Какие последствия от сильнейшего землетрясения у берегов Тайваня? Как выжить студенту в наших реалиях? Наверное, каждый из вас слышал фразу «Красота требует жертв». Всем привет! В эфире «Универ новости» от студии Лилия Мухамединова. 3 апреля в море у восточных берегов Тайваня произошло землетрясение, ставшее самым сильным с 1999 года. О последствиях природного катаклизма и о том, есть ли угроза для других стран, расскажем в сюжете. Землетрясение на Тайване было зафиксировано в 7.58 утра по местному времени. По данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки, его магнитуда составила 7.4, а местное агентство присвоило ему мощность 7.2. Но после первого сильного толчка через 13 минут последовал и другой, магнитудой 6.5. Всего с начала землетрясения было зафиксировано более 130 толчков. И несмотря на то, что их мощность постепенно уменьшается, они могут продолжаться до нескольких недель. Вот этот маленький остров на восточном поближе Китая, да, и он как раз находится на границе двух плит. Евроазиатской плиты огромной, в Китае и Россия тоже входит, и небольшой филиппинской плиты. И вот что происходит на границах литосферных плит, они могут либо разъезжаться, либо сталкиваться, и одна тогда подгружается под другую, и вот эти процессы, они приводят к тому, что, ну, существует эта нестабильность и формируется землетрясение. Но это землетрясение не было единственным. Дело в том, что остров Тайвань расположен в сейсмической активной зоне, которая носит название Тихоокеанского огненного кольца. Остров находится на стыке тектонических плит Евразии и Филиппинского моря. Поэтому число землетрясений, сила которых достигает 4 целых и более, превышает 200 случаев в год. Последнее мощное землетрясение в этих краях было зафиксировано 21 сентября 1999 года в городе Цзэйцзэй и имело магнитуду около 7,6. В результате стихийного бедствия погибло более 2000 человек. Свыше 11 тысяч было ранено, около 100 тысяч граждан остались без жилья. Оно произошло практически в центре Тайваня, там такой есть город, Цзэйцзэй называется, и вот на глубине 8 километров находился гипоцентр, ну, то есть вот точка этого землетрясения. А эпицентр вот где-то в центре города. Собственно, это землетрясение, оно произошло в 1999 году, 21 сентября. Было одним из крупнейших землетрясений вот за последние 25 лет. Второе по величине, по магнитуде землетрясение в Тайване было. До этого самое мощное землетрясение, которое произошло, оно произошло еще аж в 1935 году. Но, тем не менее, по разрушениям, по погибшим людям, это землетрясение поднесло действительно большой вред, большой ущерб. Землетрясение 2024 года повлекло за собой множество проблем. Порядка 350 тысяч домов остались без электроснабжения. Половина из них также испытала проблемы с водоснабжением. На данный момент к ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены службы спасения. Продолжается эвакуация людей из домов. Более 70 человек могут находиться под завалами. Также порядка тысячи, предположительно, заблокированы в горах и Национальном парке Тайваня. Практически на границе плит находится Тайвань. Это значит, что это очень сейсмически опасная зона. Из землетрясение там происходит достаточно часто. На самом деле, сейчас с появлением GPS спутников, в особенности, мы можем с достаточно высокой, сантиметровой точностью отслеживать, куда движутся разные плиты и с какой скоростью они движутся. То есть, благодаря спутникам, технологиям, вот такое отслеживание, оно возможно. Ну, если мы говорим про Россию, это ГЛОНАСС. Если мы говорим в целом про МРТ, это GPS-система в том числе. Тайваньское землетрясение ощущалось и в провинциях Фуцзянь и Дзяньси, на востоке Китая. Из-за этого было приостановлено движение поездов на некоторых участках региона. Также из-за мощного толчка была высока вероятность возникновения цунами на юге Японии и Филиппинах. Вдоль некоторых побережьей наблюдались волны высотой порядка полуметра, из-за чего все рейсы из Окинавы были перенесены. Предупреждения о цунами были отозваны, но, как сообщает Центр предупреждения о цунами США, жителям прибрежных районов следует сохранять бдительность. Предположительно, опасность землетрясений будет существовать еще неделю. Их мощность может достигать 7 целых. Какие землетрясения опасны для России, для нашего побережья? Те, которые, эпицентры которых находятся в океане, тогда возникают цунами, которые могут прийти и на наш Дальний Восток и действительно привести к какому-то экономическому ущербу. А внутри, как вы видите, нам повезло в этом смысле. У нас огромная плита. И если мы где-то находимся в европейской части России, вот в западной и восточной Сибири, то мы достаточно далеко находимся от границ литосферных плит. И о сильных землетрясениях, о серьезных речи здесь быть не может. Как заявил руководитель Центра цунами Сахалинского управления гидромедслужбы Татьяна Ивельская, мощное землетрясение у побережья Тайваня не опасно для российского побережья, берегов Дальнего Востока. Но, несмотря на это, специалисты будут вести мониторинг и отслеживать сейсмическую обстановку. Кристина Отекина, Николай Суховский, Универновости. Еда, проезд, общежития, интернет и развлечения – вот они, поглотители сжатого бюджета студента. Прожить на одну только стипендию – задача не из легких. Поэтому молодые люди прибегают к учету своих расходов и различных доходов. Студенческая жизнь – первый шаг к самостоятельной жизни. Яркая, беззаботная, но в то же время и сложная, включающая совмещение учебы и грамотное распределение денежных средств. Умело распределять свой бюджет так же важно, как и управлять своим временем. Все чаще на просторах интернета можно наблюдать советы от экспертов в своей области о том, как сделать так, чтобы денег хватало на все – и на учебную литературу, и на развлечения. Однако, все это можно обозначить в одно определение – финансовая грамотность. Она включает в себя три основные элемента – способность взвешенно и эффективно распоряжаться своими доходами и контролировать расходы, умение грамотно пользоваться финансовыми услугами и, конечно, способность защитить себя от финансового мошенничества. Все это в совокупности, безусловно, приобретается и обучением, и опытом. К сожалению, в отличие от любой другой грамотности, приобрести финансовую грамотность в семье сейчас могут далеко не все молодые люди, просто потому, что родители, не говоря уж о дедушках и бабушках, жили в совершенно другой стране, в другой системе экономической, и они сами не обладают необходимыми компетенциями, они сами не являются достаточно финансово грамотными для того, чтобы научить своих детей. Финансовая грамотность – это концепция, которая состоит из нескольких компетенций. Важно начинать обучать ей еще в школах, потому что именно в период взросления в подростке зарождается зерно целостности личности. Умение управлять своими финансами, по словам экспертов, помогает достичь различных целей, таких как получение образования, смена карьеры и путешествия. К счастью, сейчас в большинстве школ уже введены какие-то элементы финансовой грамотности. Сейчас есть вполне официальные порталы, на которых размещаются материалы по финансовой грамотности и для детей разного возраста, и для молодых людей, и для взрослых, и для пожилых, для самых разных категорий пользователей. В частности, это порталы «Ваши финансы.ру», «Мои финансы.рф», которые содержат материалы, разработанные под эгидой Министерства финансов, Центрального банка, Федерального методического центра по финансовой грамотности. Проще говоря, финансовая грамотность заключается в умении разбираться в экономических вопросах и применять эти знания на практике. Так знают ли студенты о наличии такого термина и применяют ли на практике? Те расходы, которые у меня происходят ежемесячно, я, конечно, учитываю их, и в этом плане я его планирую, но периодически происходит так, что я выхожу за рамки своего бюджета. Составив бюджет и придерживаясь своих долгосрочных целей, вы научитесь нести ответственность. Убедитесь, что вы практикуете это, пока учитесь в университете, а не позже. Это время для вас, чтобы научиться нести ответственность и добиваться наилучших результатов. Влад Заврагина, Николай Осуховский, Универ Новости. Наверное, каждый из вас слышал фразу «красота требует жертв». Но стоит ли действительно чем-то рисковать, чтобы выглядеть как с обложки глянцевого журнала? В каждом из косметических средств свой химический состав, который перед покупкой следует проверять. Чем многие пренебрегают? Так что же скрывается в наших любимых косметических средствах? И как обезопасить себя и свою кожу от негативных факторов, узнавала наш корреспондент. Косметика действительно позволяет создать желаемый образ и подчеркнуть достоинства лица и тела, способна повысить самооценку и уверенность в себе. Но стоит учитывать и риски, которые могут возникнуть при ее использовании. Нередко неправильно подобранные нами средства, даже если они из сегмента люкс, отрицательно влияют на состояние кожи. Поэтому важно учитывать многие факторы. Сейчас очень модно использовать натуральную косметику. Что подразумевается под натуральной косметикой? Есть определенные требования, при которых можно отнести косметический продукт к натуральному. Какие это требования? 95% ингредиентов должны быть натурального происхождения. Они бывают растительного происхождения, бывают животного происхождения. Кроме того, не должны содержаться продукты нефтехимической переработки. Главная задача любого производителя косметических средств – создать продукцию, которая будет не только красиво упакована и привлекательна на внешний вид, но и эффективно решать проблемы кожи и приносить пользу своему потребителю. С каждым годом запросы покупателей растут, а девушки становятся все более осведомленными и требовательными. Они хотят не просто красивые баночки, а качественные продукты, которые действительно улучшат состояние и внешний вид их кожи. Мы выбираем косметику по состоянию своей кожи. Если у нас кожа сухая, нам нужно косметику с увлажнением. Тогда берут косметику, содержащую гиалуроновую кислоту, например. Если нам антиэйдж-эффект, то используют пептидную косметику. В этом случае, если мы хотим антиэйдж-эффект получить, то гиалурон, содержащую гиалуронат натрия, использовать не совсем эффективно, поскольку он не преодолеет кожный барьер эпидермиса. Красота и уход за собой – важная составляющая женского образа. А выбор косметики – это индивидуальный процесс, требующий внимательного подхода. Чтобы добиться хорошего результата, необходимо правильно подобрать косметику под свой тип кожи, волос и другие индивидуальные особенности. Однако многие не знают, на что нужно обращать внимание при ее выборе. Что мы боимся в косметике больше всего? Самые ругательные слова у требовательного покупателя косметологического продукта. Это, чтобы не содержались сульфаты, парабены, силиконы. Это три самых таких ругательных слова. Сразу скажу, что 40 лет пытаются доказать свойства парабенов как канцерогенов, и так до сих пор не доказали. Но у парабенов есть один такой момент, как эстрогенозависимость. Косметическая индустрия стремительно развивается, предлагая широкий спектр продуктов для ухода за кожей, волосами и телом. Однако перед выпуском на рынок каждое косметическое средство должно пройти серию необходимых и строго контролируемых исследований и испытаний, чтобы обеспечить свою безопасность и эффективность для потребителей. Тестируются как все входящие в состав компоненты, так и готовый продукт. Когда производится косметический продукт, он производится согласно регламенту, строгой методике его производства, которая уже пробирована, проэкспериментирована. Поэтому отход от данного регламента производства – это, конечно, нарушение. В каждом, на каждой фабрике, которая производит или организации, которая производит косметические продукты, есть лаборатория по анализу качества. Кожа является самым большим по площади органам. Она защищает человека от внешних факторов, поэтому важно знать, какие химические компоненты могут оказывать благотворное воздействие на нее, а какие могут привести к негативным последствиям. При выборе косметических продуктов стоит обратить особое внимание на их состав и предпочесть те, которые содержат полезные химические компоненты, способствующие улучшению состояния кожи. Если у вас кожа сухая, конечно же, нужно увлажняющие компоненты. Самый примитивный увлажняющий компонент – это глицерин. И пугаться его тоже не стоит. Это натуральный компонент для нашей кожи. Он у нас есть в коже. Ну и самый модный компонент увлажняющий – это, конечно же, гиалуроновая кислота. За счет того, что очень много в гиалуроновой кислоте гидроксильных групп, возможно образование с молекулами воды водородных связей. Косметика – это продукты, содержащие различные химические вещества, которые воздействуют на кожу, волосы или ногти. А косметология с точки зрения химии – это сложная наука, которая изучает влияние химических веществ на кожу и волосы. Поэтому даже людям, не специализирующимся в области косметологии, стоит подбирать декоративный уход с осторожностью. Елизавета Мошкина, Розита Каримова, Николай Суховский. Универ Новости. На этом все. В студии была Лилия Мухамединова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова